Будущее за учителями. Стипендия Жареса Алферова. Редкий экспонат в музее Лобачевского. Там изображены стрела, лодкова, пчела и шестиконечная звезда. Каждый из этих символов имеет собственное значение. Всем привет! В эфире Универ Ньюз, а в студии Амир Ахтямов. 19 августа в Крыму завершается фестиваль креативных лидеров изменений Таврида Арт. 4 тысячи участников со всей страны собрались на одной площадке для творческого самовыражения и поиска единомышленников. В их число вошел и Казанский федеральный университет. По словам специалиста Департамента по молодежной политике Казанского университета Артура Розанова, в состав делегации вуза на фестиваль вошли 19 человек из Института международных отношений, Института филологии и межкультурной коммуникации, а также Института дизайна и пространственных искусств. Творческая команда самого юного института вуза представила Казанский университет в интерактивных объектах в рамках республиканского павильона. Сотрудники представили свое видение образа Казанского университета как место слияния прошлого и будущего, место получения знаний и рождения новых идей, встречи единомышленников и поиска своего пути в жизни. В Елабуге завершился фестиваль школьных учителей. О том, как прошел третий день фестиваля, расскажет наш корреспондент. В Елабужском институте Казанского федерального университета состоялось торжественное закрытие 12-го международного фестиваля школьных учителей. За три дня на фестивале состоялось 17 публичных лекций и более 100 мастер-классов, на которые зарегистрировалось свыше 3000 человек. Главной темой фестиваля стало гражданско-патриотическое воспитание в школе. В ходе занятий были представлены лучшие педагогические практики, интерактивные и игровые технологии, направленные на воспитание патриота и гражданина. Самым насыщенным на мероприятии стал второй день фестиваля, когда в течение 10 часов состоялось более 80 лекций и мастер-классов. Темой третьего дня фестиваля стало формирование функциональной грамотности школьников. Образовательная программа была представлена экспертами Приволжского межрегионального центра повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования. Это очень большое событие не только для нашего города, но и для республики, и вообще для России в целом. Значимость учительской профессии на сегодняшний день просто неоценима. Мы понимаем, что на учителях лежит огромная ответственность за наше будущее. И кто, как не они сейчас будут это будущее формировать. И когда мы видим их вовлеченность в эти мастер-классы, вовлеченность вообще в фестиваль, мы понимаем, что наше будущее в надежных руках. Они фанаты своего дела, они любят свое дело, а это самое главное в их профессии. В ходе церемонии закрытия, свои заслуженные призы получили победители творческих конкурсов, а также наиболее активные участники мастер-классов. Обладателем приза в виде бесплатной путевки на следующий 13-й фестиваль школьных учителей стала учительница 25-й школы города Альметьевска Марина Кашлакова. А главный приз, путевку в санаторий от Татарской организации профсоюза работников образования, получил учитель многопровельного лицея номер 37 города Нижнекамска Владимир Голованов. Сюда я приехала уже во второй раз, первый раз была в 2018 году. Приезжаю, потому что очень хочется видеть передовой опыт своих коллег, очень хочется пополнить копилку знаний и всевозможных приемов, моментов, которыми можно своих учеников ребят порадовать. А в этом году еще радуюсь, что была возможность самой выступить и дать мастер-класс, ну и получить обратную связь, поэтому это очень важно. А еще, конечно, море положительных эмоций, потрясающий город, друзья, с которыми будем теперь общаться. Ну и вообще, вот даже ваши студенческие позитивные лица, это очень радует. В завершении фестиваля организаторы пожелали всем участникам хорошего учебного года, в котором нашлось бы место для применения всех полученных знаний, а также бесконечного профессионального развития и совершенствования. А следующим поводом для этого станет 13-й международный фестиваль школьных учителей. Алина Красильникова, Универ-Ньюз. Доценту кафедры вычислительной физики и моделирования физических процессов Института физики Казанского федерального университета назначили специальную стипендию имени Жареса Алферова. Все подробности смотрите далее. Стипендия имени Жареса Алферова присуждается выдающимся молодым ученым в области физики и нанотехнологий. Соискателям необходимо не только быть участниками исследований, но и иметь научную публикацию, отражающую их деятельность во всероссийских и международных изданиях. Накануне приказа назначения персональных стипендий подписал министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков. В десятку победителей вошел Булат Галимзианов, представитель Казанского федерального университета. Я благодарен всем нашим сотрудникам, которые у нас на кафедре работают, так как каждый сотрудник помогал, подсказывал. Одного сотрудника я научился, коллеге научился одному, делал другому, другому и так далее. То есть мы команда, и благодаря такой команде слаженной мы достигаем таких результатов. Отчасти победа в этом конкурсе тоже является большей частью даже засугой нашего коллектива, а не только моего. Стипендия имени Жареса Алферова выплачивается ежемесячно на протяжении года. Ее размер составляет 20 тысяч рублей. Это своего рода поощрение и инструмент для дополнительной мотивации талантливых ученых. В своей заявке Булат приложил научные работы, связанные с изучением пористых материалов. В будущем оно может помочь, к примеру, в создании медицинских имплантов. В настоящее время у нас достаточно много интересных проектов, задач, которые мы сейчас решаем. Одно направление – это как раз пористые материалы, которые мы сейчас продолжаем исследовать. Второе направление – это тонкие пленки, это газовые гидраты. У нас на кафедре тоже есть сотрудник, который все это исследует. Тоже там принимаем участие. Это исследование, связанное с формированием полостей, то есть как трещины образуются, нанотрещины, как они развиваются, каких предсказов, как их залечивать. Все эти моменты мы исследуем сейчас. Много-много таких направлений, где мы ведем исследование. В ближайший год на кафедре намечен большой объем работы. Однако это нисколько не пугает ученого. Наука и его страсть. В команде Булат выполняет разные функции. В основном занимается разработкой компьютерных программ для теоретического моделирования. Вот и в ближайшее время ученые планируют продолжить свои исследования, используя этот метод. Маргарита Михайлова, Александр Кузнецов, Универньюз. Универсальные солдаты на сельскохозяйственном поле в скором времени полностью заменят человека. О беспилотном тракторе и совместной разработке ученых Казанского федерального университета смотрите в сюжете. С проблемой стареющего населения и нехватки рабочей силы в сельском хозяйстве сталкивается большинство развитых стран. При этом спрос на сельхозпродукцию неуклонно растет, что создает угрозу для продовольственной безопасности стран и мотивирует фермеров активно внедрять автономные технологии. Беспилотные тракторы и техника уже успешно справляются со многими трудоемкими задачами – посадка, прополка и уборка овощей и плодов, опрыскивание и борьба с сорняками, внесение удобрений и полив культур. В рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030» Институтом вычислительной математики и информационных технологий Казанского федерального университета совместно с МТЗ «Татарстан» был разработан макетный образец беспилотного трактора. Являемся лидерами, по крайней мере, по методологии беспилотного транспорта, то есть за последние достаточно большое количество лет, последние 8 лет, нами был создан аппарат, аппаратное обеспечение, которое позволяет быстро и эффективно автоматизировать любые виды техники данного конкретного заказчика. Очередным заказчиком является нашим партнером Минский тракторный завод, с которым мы на текущий момент проводим работы по выпуску в формате прям аксессуаров, опций, систем автоматизации различных видов тракторной техники. Напомню, что совсем недавно в Екатеринбурге прошла международная промышленная выставка «Инопром». В рамках мероприятия была представлена экспозиция трактора, в том числе образец сельскохозяйственной техники, высокой степени автоматизации на базе трактора «Белару-152». Кроме механических всех совершенствований, там были поставлены различные печатные платы, то есть он полностью электрифицирован, полностью оборудован компьютерной техникой, опять же в рамках макетного образца, необходимого совершенствовать уже до опытного, до серийного изделия. Пока что в рамках макетного образца беспилотному трактору требуется небольшая доработка в системе навигации. Сейчас он ориентируется только по машинному зрению. Мы планируем очень много сотрудничать с Минским тракторным заводом, с нашим МТЗ Татарстан и перейти уже к разработке тракторов среднего и тяжелого типов, что уже сейчас прорабатывается. Уже проработан вопрос о передаче нам трактора среднего типа для автоматизации. Разработка беспилотного трактора уже заинтересовались в ряде компаний. На данный момент ведутся переговоры. Елизавета Никитина, Тимур Табаров, Фариза Китаглы, Универньюз. Какой редчайший экспонат хранится в музее имени Николая Лобачевского? Смотрите далее. В музее имени Николая Лобачевского Казанского федерального университета хранится один из самых главных и ценнейших экспонатов музея. Личная печатка Лобачевского. На протяжении многих поколений эта печать хранилась в их семье. И она хранилась даже как ценные реликвия, потому что даже во время Великой Отечественной войны, во время блокады, его родственники жили в Ленинграде, точнее потомки Николая Ивановича жили в Ленинграде. И они вывозили из эвакуации как раз эту печатку. То есть они ее берегли как главную реликвию. Впоследствии в 1956 году в Национальном музее ТАССР проходила юбилейная выставка в честь Николая Ивановича. И его потомки приехали сюда и передали эту печатку в Казанский университет. Эта печатка стала главным экспонатом, одним из главных экспонатов Музея истории Казанского университета и один из первых экспонатов. Впоследствии этот экспонат довольно был ценен для музея. И о его ценности говорит то, что эту печатку экспонировали только в том случае, если проходили какие-то важные мероприятия или приезжали высокопоставленные делегации. Впоследствии она предстала перед нами в музее Николая Ивановича Лобачевского в 2017 году. Сама печатка выполнена в форме женской головы. Эта девушка француженка, скорее всего крестьянка. Но возникает другой вопрос. Почему именно крестьянка? Потому что головной убор на этой девушке, убор, встранен среди французских крестьян с эпохи еще средневековья. И сделана она из бронзы, с частичной позолотой. Почему же эту печатку мы называем печаткой Лобачевского? Дело в том, что на круглом основании печатки располагается фамильный герб Николая Ивановича. Именно поэтому гербу ученые определили хозяина заветной печатки. В 1838 году ему было пожаловано потомственное дворянство. И он, как потомственный дворянин, должен был иметь свой собственный родовой герб. И он вместе с герертмейстерами, с различными специалистами стал его разрабатывать. Там изображены стрела, подкова, пчела и шестиконечная звезда. Каждый из этих символов имеет собственное значение. Помимо герертмейстера, его конторы в создании герба принимает участие и сам Лобачевский. Можно предположить, что каждый символ, изображенный на гербе, отражает натуру его владельца. Если говорить о точной дате создания печатки, то она неизвестна. Но ученые предполагают, что это конец 18-го, начало 19-го века. Амир Ахтямов, Универньюс. На этом все. В студии был Амир Ахтямов. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова Корректор А.Кулакова